Канал RiverQ посвящен роликам в стиле, который принято называть мувиками, ну или монтажами. Он подбирает определенные моменты из игры и обрабатывает их под эпичные треки и красивые видеоэффекты. Gungeon, The Game, Stick Fight и даже Майнкрафт уже присутствуют на его канале. В дальнейшем автор собирается разнообразить контент гайдами и фановыми видосами. Кроме того, уже прямо сейчас на канале проходят стримы с прохождением клёвых игр. Советую подписаться, ссылка есть в описании. Данное видео сделано на основе трансляции, которая проходила на моем твич-канале. Подпишись, дабы не пропускать следующие эфиры. Во-первых, я взял 15-е возвышение на Латоносце. Я еще его не проходил, просто открыл. Но вроде как это все. Во-вторых, я взял возвышение 12 на Безмолвной. Нового персонажа я специально не трогал, оставил его для вас, чтобы вам было интересно. Я сыграл на нем, может быть, полтора забега, или что около того. Я понимаю, как он работает, я знаю его механики, смогу вам объяснить. Ну, типа, я на нем особо не играл. И музыка все еще громкая. В общем, да, немножко я поднял возвышений. Вообще, множка, получается, здесь 4 возвышения, здесь 1. 5 возвышений я поднял, пока не стримил. У меня уже, кстати, 100 часов слезиспайр. Я нау-лайфер. Так, окей, дефект. Попытаюсь снова отключаем твич-мод. У него есть со старта новый артефакт, который призывает сферу молнии. У него, кстати, добавили анимации с недавним патчем, раньше он был без анимаций. Дойди до босса, чтобы получить мое благословление. Как будто первый раз сыграем. Так вот. Сейчас я рандомный файт найду, где рут поприятнее. Вообще, все руты говно полное. Пойдем через магазины, наверное. Хотя, можно вот так пойти. Добавили звук для сферы. У него есть 3 слота со старта, их можно поднимать. В каждый слот можно помещать разные сферы. У каждой сферы свои эффекты. Есть активный, есть пассивный. Пассивный работает сам в конце хода. Активный тебе нужно с помощью карт делать. То есть, пассивно я в конце хода задамажу на 3 урона рандомного врага. Активно на 8 рандомного врага. Так, я, наверное, предпочту полностью дефаться, как на... Как на безмолвный какой-нибудь, потому что у него регена никакого нет. И, к сожалению, сфера ударила в щит. Ну ладно, бывает. Первое возвышение же и изи, но персонаж не скажет, что простой. Видали? То есть, я сделал карту, которая разряжает сферу, она 2 раза бахнула. Так, карты. Вообще, я думаю, то, что вы видели нового персонажа у других ютуберов-стримеров, потому что Варлок точно записывал видосы. Прожок 9 защиты. Хорошая карта, это просто много армора. Прокаченная версия 12 защиты. Это как какая-нибудь ерунда или карта у безмолвной, которая сбрасывает карту. То есть, дефолтная карта, ничего особенного. Буря. Неплохая тема. Или обморожение. Давайте возьмем обморожение, потому что она еще и сферу призывает, их дамажит. То есть, это, по сути, как обычный удар плюс сфера льда. Так, получается 100 золота. Берем. Проклятье нам ни к чему. Смотрите. Чпоньк. Блин, звуки новые классные. Сфера льда пассивно дает 2 армора в конце хода, как латные доспехи. Или нитка с иголкой, если для кого непонятно. Разрядка дает 5 армора. То есть, это защитное, это атакующее. Привет, зомбот. Разряжает следующую в очереди сферу 2 раза. Очередь идет вот здесь, получается. То есть, я сейчас проюзаю, и вот эта первая сфера разрядится. Так, 1 армор, я полностью задефался, и... Невозмутимость. Призывает одну сферу льда, выберете одну карту. Как по мне, полное дерьмо. То есть, это добор своеобразный, но очень слабый. При прокачке, наверное, 2 карты будут брать, да? Я уже эту игру, знаете, читаю, просто читаю. Лучевая ячейка, это типа... Бесплатные карты на безмолвную только уязвимость кидает. Работает точно так же, только уязвимость. Поглощение. Дает 2 фокуса, отнимает 1 слот для сфер. Фокус, короче, это... Как талант. Ты когда его юзаешь, у тебя прокачивается эффективность сфер. То есть, пассивно будет не 3 урона там, а 5. Хорошая штука, но, как по мне, это тоже дерьмо, потому что придется очень долго разгоняться, и это будет эффективно только на боссах. Так, берем, наверное, лучевую ячейку, почему нет? Улучшить карту в колоде. Шок бесплатный. Бесплатная карта тоже. Обморожение 9 урона или 2 уязвимости. Хрен знает вообще, тут надо все прокачивать. Лучевая ячейка, может, давайте возьмем. 2 уязвимости, это круто. Будет как булава у Латанаса. Привет, Юникнейм. Она неплохая с привет, мир. Я эту карту не находил. Ни одного армора не пришло. Хех. Ни одного армора, просто впитываем 11 урана. Притиш, как съездил? Я потом этому стрим посвящу, наверное. А может быть, не посвящу, не знаю. Еще не решил. ЗНК, здорово! Наконец-то ты вернулся, как же я рад, ни разу на дефекты не побеждал. Но он, типа, на данный момент самый сложный персонаж, как по мне. Потому что на нем... Какие звуки классные! На нем собрать хороший билд сложнее, чем на том же Латанаса. Латанасец максимально простой вообще. Я взял 15-е возвышение и реально понял, что он супер-изи. На этом персе уязвимость плохо работает, надеюсь, ты это знаешь. Плохо работает, если ты играешь от Сверхмолния. Если ты играешь через какую-нибудь оптимизацию, то работает замечательно. А учитывая, что карта бесплатная, то ничего там плохого нет. А так, да. Типа, если играть на Сверх, то уязвимость юзлис. Спасибо за НК за донат. Дает 9 защиты, призывая 2 сферы льда. 12 защиты, 2 сферы льда. Это мне напоминает карту Огненный Барьер. Что с Ютубом? Да нормально все с Ютубом, браде. А, ну ты сидишь там, браде. На моем канале. Наносит по 6 урона за каждую призванную сферу. Это аналог навыка на Безмолвный, который от количества навыков в руке стреляет. Ну вы поняли. Наносит всем урона 2 раза случайному врагу. Рвать и терзать. Берем. Я пока иду через флот Урал, я не уверен, что это будет хорошая идея. Обалденный ход. Из-за этого я потерял очень много здоровья и вообще, возможно, сдохну. Это худший ход, который мог выпасть. Просто такое дерьмо. На нем куча билдов смог сделать билд с относительно бесконечным ходом. Кстати, окей. Навыки не кастуем, потому что прибавляем ему силу. Это плохая идея. Тоже навык. У него проблема, это самая сложная элита для этого персонажа, потому что у него все навыки это, блин. Все навыки... Точнее, все карты это навыки. Вот, я смог выговорить, наконец-то. Поглощение дает два фокуса. Уже видели. Мгла призывает сферу тьмы. Призывает... Две сферы тьмы. Обсидиан два месяца на Рисаба. Здорово. Я скучал по тебе, Ти Джей. Здравствуй. Давно не виделись. Давно не слышали. Спасибо большое, Обсидиан за Рисаб. Целься в глаза. Бесплатная карта. Наносит три урона. Накладут один слабость, если враг наверевается атаковать. Берем. Костер и куем, наверное. Две слабости. Девять урона. Обалдеть. Девять урона два раза. За одну энергию. Ну, понятно, что рандомно, но все равно это очень много. Восполнить 25 УЗ. Макс УЗ, наверное, возьмем. У меня, кстати, вроде на пять здоровья больше, чем у Безмолвы, да? Фонарь. Так, ковать. Бесплатный шок. Вообще, у меня и так много бесплатных карт. Наверное, бесплатный шок мне не особо нужен. Давайте возьмем Целься в глаза, чтобы две слабости кидать. Привет, Лос Дима. Привет, Ливен Дэд Кэт. Позвольте себе вопрос. А ты кто по специальности? Какое образование? Возможно, я потом этому ролику посвящу, потому что у меня эта идея много раз возникала. Но я все как-то не решался. Кстати, зацените. Десять урона зелено наносит. Я уже так отвык. И восемь урона вместо девяти. Так, на этих чуваках нужно сначала убирать либо левого, либо правого. У этого здоровья меньше, так что его попробуем. Хороший ход. Привет, Лонгрен. Скири-то Кинза не снимай пока бан. Я его сам банил. Если повезет. Окей, не повезло. Тогда делаем вот так. Если прокнет хотя бы одна сфера вот сюда, это рандом, то я его убью. Я в любом случае полностью деф, поэтому не страшен, даже если я его не убью рандомом. Окей, хорошо. Гайд по прохождению элиты нашел. А, пошел. Я вообще думал бы сделать гайд на Слазиспайр. Возможно, это звучит очень странно, но... Типа, почему бы и нет? По всем элитам, каждая элита здесь уникальна, и ее надо проходить по-разному. По всем боссам, это было бы прикольно. Но знай меня. Хер я это сделаю. Скорила, здорово! Спасибо за 100 рублей. Спасибо огромное. Еще одно обморожение. Давайте, почему нет? Это урон. Какой-никакой, но все-таки урон. Разве раньше не было 10 урона со взрывного зелья? Просто на высоких возвышениях эффективность зелья уменьшается, и она наносит 8 урона. Наносят 10 урона, вы кладете все карты с ценой ноли и стопки сброса в руку. Охрененно! Под мой билд, на самом-то деле, но 2 энергии. Это дороговато. Геном, прикольная карта, потому что за каждый ее каст она навсегда повышает свою защиту. Атака в первой руке. Есть атака, которую я хочу видеть в первой руке? На самом деле нет. Сухая ветка. Я не знаю, как она работает на этом чуваке. 2-4 фокуса отнимает этим фокусом в начале каждого хода. Это для быстрого разгона через пассивные сферы. Дает 6 защиты. Защита, даваемая этой картой, снижается на 2 в этом бою. Опять же, для быстрых боев. Тут очень классная харизма. Очень классная сухая ветка. Неплохая перевязка. Потому что регена у меня никакого нет. Можно рискнуть и попробовать через сухую ветку. На самом-то деле, наносит 8 урона, вы кладете следующую разыгранную в этом ходу карту на верх стопки добора. Тоже классная штука. Давайте попробуем. Почему нет? Вайпер, здорово, нормально все. Призываем, призываем молнию. Раз, удар. Звуки мне пока очень нравятся. Следующую разыгранную в этом ходу карту на верх стопки добора. Я его, походу, убиваю за ход. Обалдеть! Слава, паразит. Дает 3 защиты, вы кладете случайную карту из стопки сброса в руку. Если прокачать, то неплохо работает. Дает 11 защиты, если у вас 0 защиты. Наносит 11 урона, разряжает в следующую очередь сферу. Либо автощиты, либо пенок сверху. Я не знаю, у меня вроде с армором не то чтобы проблемы, но... Это неплохой вклад в будущее. Может пригодиться, карта сильная. Это мне напоминает стиснуть зубы на ладоносцы. Мне кажется, ли перс в бою выглядит как-то смешно, да нормально выглядит, как робот обычно. Так, 4 урона и... Сюда, наверное. Автощиты сразу юзаем. Я могу убить одного из них. Пока что неплохо идет. Но билд на нем, мне кажется... На нем, кстати, больше всего карт пока что в игре. Там не особо... Большая разница, там несколько карт, по-моему. Но все-таки. Армор. Голограмма улучшена имба, с нее грязные комбы крутить можно. Потестим, посмотрим. Да, кстати, когда слоты заполняются, и я призываю новую сферу, они по кругу, по часовой стрелке разряжаются. Стоит на одну энергию меньше за каждый разыгранный в этом бою талант. Охрененная штука, если играешь на талантах. Можно еще одну лучевую ячейку взять. Тогда надо будут дорогие карты какие-то брать. Потому что у меня много бесплатных карт. Началось там, в чате пишет про самые лучшие карты. Две лучевые ячейки, это четыре уязвимости, это бесконечная нахрен уязвимость. Видел ранний концепт робота, он выглядел как робокультист? Да, видел. Давайте проюзаем. Новую зельку, она дает четыре... Пять? А, точно, возвышений же нет. Она дает пять атаки на один ход. Можно было бы, конечно, ход и получше дождаться, но... Рандом такая штука, то что он может и не выпасть. Принятик, артал. Хочется проюзать, но, наверное, не буду. Ачива! Еще и Джек Эппл. Спасибо огромное, Ачива, за четыре месяца подписки. И добро пожаловать снова Джек Эппл. Слушайте, я, может, половину хп снял из уязвимости? Так, ожог, два урона носит. Нормально, я полностью дефлюсь. На боссе, который на лесу голубой похож, играть практически нереально, там только через атаки и сферы. Зависит от билда. Я сегодня выиграл на безмолвное, у меня был билд через таланты. Я, короче, настакал боссу 12 сил, и я его все равно убил, потому что очень много урона было из-за талантов. Тут очень многое зависит от билдов. Иногда даже какие-то максимально вроде бы нерабочие тактики почему-то срабатывают. За что сэндвич-эндвич? Я забанили из-за неадекватности в Дискорде, я его вроде не банил. Если рисовать, то у меня будет знак трех месяцев? Я не знаю. Тебе виднее. Вообще, я могу юзнуть зелье, и его рандомно убьет, но зачем тратить зелье? Дезморал! Спасибо большое за оформление твич прайма, добро пожаловать! Вау! Тут все хорошие штуки. Буфер классная карта, радуга классная карта, и облик эхо просто охренительная карта. Но, блин, три энергии, это очень дорого. Если мне сейчас не выпадет артефакт на энергию, то я ее разыгрывать просто не смогу. Я возьму радугу. Буфер берегене. Не-не-не, чуваки, давайте вы как-нибудь сами поиграйте, и сами будете брать. Я пока что буду играть так, как мне кажется правильным. Я, наверное, вот так пойду, потому что здесь на крайняк можно на костры выйти, и костров очень много. Она еще и сжигается. Слушайте, возможно... Возможно... Стоит ее даже не прокачивать, чтобы у меня прокала сухая ветка. Давайте не тратить зельку, так и не потратил. Ну, все правильно, вроде нет. Сфера тьмы, короче, она стакает со временем, постоянно себе урон, и потом, когда ты ее разряжаешь, она наносит весь урон, который в ней накопился. Мне не особо нравится, потому что долго разгоняется. Так, я могу, наверное, прокнуть армор, и могу сферу прокнуть. Я его убиваю. Окей. Почему над картами цифры были? Я включил отображение цифр, чтобы я понимал, сколько у меня в руке карты, плюс я на клаве играл. Призвать одну сферу молнии, когда вы разыгрываете талант. У меня талантов вообще нет в колоде. Ни одного, да? Еще одна лучевая ячейка, возможно, будет лишней. Но если мне снова выпадет карта, которая дает карты за ноль, то это будет имба. Давай, это, возможно, суперкосяк, но я возьму, мне интересно проверить. Копировать карту в колоде. Возможно, автощиты стоит взять, потому что защиты у меня не особо-то и много. Или рвать и терзать. Или целься в глаза. Хрен знает нас на самом-то деле. Давайте возьмем автощиты. Кто здесь босс вообще? Здесь еще и босс, который долбит очень много. Давайте возьмем автощиты. Я стараюсь все-таки это... Более сейфово играть. Узаем радугу. Прокает армор. Дает 11 защиты и начальная сжигается. Фига себе, вход в систему. Арт просто великолепный. У меня в последнем патче дикий талант добавили для сфер молнии. Если врагов несколько, то каждая сфера бьет массово. Если враг один, то каждая сфера бьет важно. Фига, звучит круто. Но это опять же играть на молниях. Здесь очень много билдов. Наверное, на этом персонаже больше билдов пока что, чем на всех остальных. Так, юзаем. Удвоить энергию. Да не нужно так-то. Хотя я могу сделать, смотрите как. Я могу сделать отдачу и проюзать удвоить энергию, чтобы она выпала в следующей руке. Это прикольная тема. Как будет работать карта, которая сжигается после отдачи? Если честно, по названиям даже не особо помню карты. Отдача. Которая сжигается. Ну не как, просто появится еще одна карта. Она копирует скорее всего жене. Мне кажется, скопирует просто. Фальбас. Смотрите, как я делаю. Я сначала призываю молнию. Разыгрывается вот эта молния. Потом я юзаю сдвоенный разряд, и мне дается 10 армора. Нормально. И буду тебе автощиты в паре приходить в руку? Я просто больше не буду армора пока брать, и все. Если карт побольше взять, то будет все окей. Он тебе сначала стакает армор, или сначала паркает молния? Сейчас посмотрим. Окей, молния первая. Отдача плюс радуга, а вот имбана. Не то, чтобы имбана, неплохо работает. Голограмму прям советовали взять. Серой тьмы я точно брать не буду. Давайте возьмем голограмму. Опять деф. Дефа очень много, мне это пока не особо нравится. Надо побольше урану, учитывая то, что я на чистом уровне играю. Раз. Пока я зелия юзать не вводим. Я голограмм не нравится, если ее прокачать, то она хорошая. По сути, это просто армор, который дает очень многое. Д-2 фокуса отнимает один слот для сфер. Давайте затестим. Я, по идее, смогу их разряжать очень быстро. Ладно, пока не юзаем. Если у тебя дофига конденсаторов, то сфера пока дойдет до использования, нанесет много урона. Еще добиваем его, наверное. Или зелька и задавайте, зелька и знал, чтобы меньше их потерять. Дизмораль в бане и хочет зайти в дискорд. Пускай после стрима напишет. Разберемся с ним. Либо тебе вл.с., либо мне вл.с. Но мне он вряд ли сможет. Короче, направь его после стрима ко мне в личку. Я возьму разлом. Я эту карту, как только увидел, мне сразу она показалась интересной. Я хочу ее попробовать. У меня 4 энергии, у меня много бесплатных карт. Поэтому, возможно, она будет неплохая. Деремся. Их, наконец-то, добавили, кстати, в релиз. Их очень долго не было в релизе, наконец-то добавили. 2-4 урона. Смотрите, я делаю вот так. А потом, на-нах. Анимация не очень. Я думаю, потом допилит. Медведи, наверное, первым убиваем, потому что он более жаский. Через 15 дней будет еще один годовасик. Привет, ИСИД, кстати. Так, лучевая ячейка. Адача. Сфера льда. Еще я могу разрядить молнию. Хорошо. Очень мало теряю хпп. Тут главное не торопиться. Автощиты пока что работает замечательно. Мне нравится. Я абсолютно теряю здоровье. Красная маска, отличная штука. Дет-1 защиты сохраняет энергию на ваш следующий ход. Вы берете 4 карты. Я беру либо... Опять лучевая ячейка. Просто билд на лучевых ячейках можно сделать. Либо это, либо пролистать. Но вообще у меня ни разу не было моментов, когда мне нужно было сохранить энергию. Но 11 защиты с одного хода это очень много. Я честно не знаю. Что бы вы взяли, 1 или 3? Просто 11 армора реально хорошо. 4 карты взять тоже классно. Но мне как бы колоду покоролить особо не нужно. 1, 3, 3, 1, 3, 3, 1, 3, 1. Короче, примерно одинаково вы разделились. 2, 2 я точно не буду брать. Я, наверное, возьму пролистать на будущее. Потому что, возможно, мне придется долго ролить колоду. Если у меня колода и так довольно жирная. Так, радугу я прокачивать не буду. А вот разлом я хочу качнуть. Это почти как астолом, только чуть меньше урона и чуть более интересный эффект. Может ли с них падать каждый раз маска, просто у среднего чувака она есть. Они всего один раз встречаются. Конденсатор. Добавляет один слот для сфер. Неплохо, но я не на сферах играю. Притяжение. Арт просто богоподобное. Добавляет в руку случайную бесцветную карту в начале каждого вашего хода. Если качнуть, то неплохо. Но бесцветные карты могут быть нежигаемыми. Это проблема. У меня сухая ветка и, в принципе, возможно, это хорошая идея, если я возьму эту штуку. Энергии у меня много, бесцветных карт много. Давайте попробуем. Так, вроде все. Качаем, наверное, что-нибудь. Давайте эту штуку прокачаем. Вдруг будет выпадать притяжение с радугой. Топовая бета. Мне тоже нравятся арты, они классные. Разработчики с юморком. 65 монет у меня. Вы кладете одну выбранную карту из топки добора в руку. Офигенная карта, она даже золотая. При прокачке она, наверное, не сжигается, да? Нет, две карты можно взять, обалдеть. Хорошая карта, но, наверное, возьму оптимизацию, потому что я на флат уране. И клада у меня не то чтобы прям супер жирная. Хотя можно было бы взять еще один разлом, но я думаю, что это лишнее. Куём. Куём оптимизацию. Она понижает свою стоимость за каждый каст. И в итоге она может стоить ноль. Так, наверное, сначала делаем... Окей. Это бесполезно, но она сжигается, поэтому... А, я тупой, господи, ножи удваивает энергию. Я мог кровать и терзать, проюзать. Я в итоге сделал говно какое-то. Мисплей, господи, диджой, диджой, какого черта? Диджой, диджой, что за мисплей? Дидж. Спасибо большое, Никита, за 12 месяцев подписки. Земля пухом. Земля пухом тебе, конечно. Но спасибо большое за рисап. Пацан! И нет, пацана. Пока что просто обалденно идет персонаж. Дает один фокуса говно. Дает четыре фокуса отнимает один фокусом в начале каждого хода. Тоже не нужно. Призывает по одной свере льда за каждого врага в бою. Может взять, она сжигается. Давайте возьму. Карты, которые сжигаются, сочетаются с сухой веткой и дает нам возможность посмотреть, как можно больше карт. Урон, как у какого-нибудь лотоноса. Ума-пума, привет, Тич, вот тебе на доши 69 рублей. Для меня это дорого, потому что там, где я живу, это 300 тенге. Желаю хорошего стрима, и это мой первый донат. Спасибо большое! Максимально неприятный файт. Я, возможно, здесь пососую член. На разломом. Я себе сейчас головокружение замешаю очень много. Из-за сглаза. Неплохо. А че я делаю сейчас? А, я понял. Я не знаю, что это было, но я убил его. Видел арту находчивого ИИ, и встречал ли ты метеоритный удар, как по мне, если... Я на нем очень мало играл, специально, чтобы на стриме было интереснее. Хорошего стрима, Паке? Давай, Фиаш. Да я-то по одной энергии за каждые шесть карт в стопке добора. Ха-ха! Блин! Очень классные механики, реально классные механики. Восемь энергии, пиздорики. Ой, пиздорики, пацаны. Ой, пиздорики, пацаны, что ж творится-то, господи. Капуфти! Один смейся в подписке. Добрый вечер, дочного стрима. Это, пожалуй, последняя подписка на ближайший год. Хотя, возможно, еще один разок успею. Спасибо большое за рисап. Спасибо тебе. У тебя один удар стоит 5 энергии, дает 3 сферы плазмы, ну и дамага, как у Кустолома. А, все, понял, да. Слабость или армор? Наверное, слабость, потому что здесь еще урон будет. Что за дерьмо? Там написано? Там написано то, что я беру случайную карту и стопки сброса в руку. А в итоге я сам беру карту и стопки сброса, а не случайную. Описание неправильное. Ну, типа, наверное, еще не успели просто перевести, я думаю, только обновили. Но, блин, в таком случае карта гораздо лучше, чем она есть. Пожалуй, ничего не буду брать. Хилимся перед боссфайтом. Веномай, привет, чатик, привет, стриммер. Вот уже третий месяц с моей платной подписки пошел. Круто. Вот уже успела иконка эволюционировать. Добро пожаловать снова. О, сложный босс, опасный босс. На деле ты выбирать должен только если улучшишь карту. Добор пригодился, прикиньте. Юзуем стуж, чтобы воротнуть ветку. Геном тоже сжигается, юзаем. Прикольная штука. Ладно, это не возвышение, поэтому, возможно, я переживу. Это же котенька! 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 Наносит 10 урона всем врагам, призывает одну сферу тьмы. Как же на нем много карт, просто обалдеть. Тут странная хрень, короче, ты вроде как по ошибке дал перематчик Кирита Мэн. Нет, не по ошибке. Я читал просто лог сообщений, не по ошибке. Спасибо, Кирита, большое за донат. Он писал гадости на стриме Саши неприятные. Возможно, он даже, наверное, этого не помнит и, скорее всего, не придал этому значения просто. Но такое было. Слушайте, а реально, если я сейчас проюзаю отдачу... А потом притяжение... Мне притяжение в следующем ходу не дастся, да? У меня в стопке сброса ни одной карты за ноль нет. Интересно. Есть оптимизация, либо притяжение все-таки? Наверное, притяжение. Можно было проверить, кстати, как это работает с талантами. Притяжение же не сжигается, так что должно дать, но это талант. Надо было проверить, я что-то тупанул, не знаю, почему не проверил. Первая сфера сфера тьмы пошла. Таланты просто исчезает, поэтому не дастся. Я довольно быстро его убиваю. Карту голограмму переработали недавно, походу. 22 на 3, обожаю эту игру. Пиздос. Я должен его убить. Да. Окей. Довольно потно, это сложно, босс. Хо-хо-хо. Хо-хо-хо! Это вот этот талант. Кошмарик. Либо это, либо это. Я не знаю, эти карты обе хороши. Талант, который делает так, то что молнии дамажит всех. Обе карты хороши. Я, наверное, возьму эту, потому что она новая. Давайте попробуем. Получив ту реликвию, вы измените, а затем улучшите 3 выбранные карты. Я не думаю, что мне черная звезда нужна на третьем этаже. Так, избавляемся от говна. Давайте один автощит все-таки заюзаем. Потому что вроде как у меня армора и так много. Один армор и один удар. Че я там вытащил? Выберите 3 карты, добавляю тожок в стопку сброса. Хотя бы сброса, а не добора. Конденсатор. Добавляю 2 слота для сфер. Кстати, неплохо. Расщепление. Разряжает все призванные сферы, добавляет по одному слоту для сфер за каждую из них. Короче, я получил кучу слотов, и мне это не нужно. Слишком много слотов. Да зачем ты, чувака, замутил? Размуть Эндрию. Он еще такого прям не писал. Следующую очередь и сферу 6 раз разрядить могу. Наносит 9 урона. Сферы тьмы и сферы молнии будут атаковать только этого врага 2 хода. Не особо нужно. Следующий талант играется дважды. Могу 2 конденсатора заюзать. Тоже не думаю, что нужно. Ну это полюбался ею за, хотя... Таз. Наверное, все-таки дефненса ставит. Вон, торопиться не будем. Как-то не нужен, ты прикинь, тебе будет 9 сфер молний, и каждая будет херачить массово или дважды. Это да, но разгоняться долго. У меня билд как раз-таки такой, что я не хотел бы долго разгоняться. Дает защиту равную количеству карт в стопке сброса плюс 3. Плюс 3 не за каждую карту, а просто плюс 3, да? Целься в глаза. Бесплатные карты, это тема. Стужа, наверное, или лучевой ячейка. Но у меня уязвимости много, давайте лучевой ячейка одну дадим. Привет, ходурек. Смотрите. Чпок. Каждому по 8. Но из 5 урона выберите одну карту, если разыграли меньше 3 карт в этом ходу. Вовремя. Прив, чем прикол перца, долго объяснять. Стак с голограммой толково работать. Да с голограммой вообще, походу, все неплохо работает. То, что молнии по площади, это супер хороша. Еще одумал, не уберем. Откуда у меня армор появился? Из-за штуки, которая добирает карты, точно. Я не знаю, зачем я его убил. Но, типа, он защиту кастает. Пей. Я попил. Наносит 7 урона, выберите 3 карты, сбрасывая те из них, цена которых больше нуля. У меня ни одной карты нет, которая стоит 0. А если я сейчас, короче, достану, допустим, разлам и убью вот этого монстра, мне энергия вернятся или нет? Опять же, зря я его добил. Приятно слышать, Apple Pan. Я на это надеялся. Я еще слетил, сделаю, мне просто 3 энергии дастся. Это, это, короче, винхот, смотрите. Красиво. В начале вашего хода использует пассивную способность следующей твоей арбы 2 раза. Офигенная штука! Спасибо, это под молнией будет великолепно. Я не думаю, что голограмма забаговалась. Сегодня апдейт вышел, просто, скорее всего, еще не перевели. Как-то я охреново разыграл, по-моему. Столько энергии теряется, аж обидно. Я как-то... Я как-то... Я как-то... Многохотовочка. У меня молнии теперь доложить будет, капец. Правда, все, два слота, но это не страшно. Или страшно. Впитывающий с нормальным. Мне надо как-то этого чувака убить, и при этом два фокуса халявных. Это очень много. 7 урона всем врагам, да? Окей, нормально. Блин, на блок... Кто босс вообще? Хороший босс. Типа на боссах я буду, капец, как сильно играть. Зря я его вообще бью, у меня же по площади куча урона. Зачем я это делаю? 27 защиты. С одной карты. За единичку. Обалдеть. На боссе будет реально интересно. Пока. Дает два фокуса. Возьмем. Блин, таланты пошли. Мне бы... Вот знаете, для него очень классно работают всякие штуки, которые там делают карту бесплатной при разыгрывании таланта. Еще один талант. Очень много талантов. На нем есть билды через таланты, но... Мне кажется, что я сдохну. Почему-то у меня артефактов капец мало. Почему? Еще проролить можно. Дает две энергии, добавляет в бездну стопку сброса. Пока юзать не будем. Интересный ход. Так, я сейчас юзаю отдачу. Потом юзу оптимизация, она мне выпадает в следующем ходу. Еще две карты разыграть надо, и он умрет. Отличный ход. Просто охренительный ход. Мне кажется, на нем взял тачивку за разыгрывание 25 карт. Проще даже, чем на безмолвной. Немножко славлю. Только бы не уснуть, пока ты добылся доходишь. Капец. За что так жестоко? Ну, я выиграл. Сумка готовности. Зашибись. Новое зелье, по-моему, было. Текстурка у него правда старая, но вроде нормальная штука. Добавляет в руку случайно обычную карту в начале хода. Пошли просто одни таланты на третьем этаже, они все классные. Так. Тут надо фокус стакать, чтобы меня сверли льда захиливали сильнее, чем он дамажит. Раз. Могла, кстати, здесь тоже будет хорошо, учитывая, что она постоянно стакает. Молния, наверное, смысла пока язык нет. Что я могу вытащить из топки с браса? Да ничего особенного на самом-то деле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего десять слотов может быть. Так, это две сферы. Но голограмму юзать тогда смысла нет. И оптимизацию проюзать. Нет, давайте сфера лучше, она все-таки стакается. Я могу что-нибудь бесплатно проюзать. Тебя, например. Нормально. Харизма. Нелегальный. Вот, естественно, анальный. Едет на всей скорости. На мне снизу, без скорости. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Кастел и нато. Спасибо большое за подписку. Добро пожаловать. Спасибо огромное. Ну, я полностью дефнулся уже. Юзаю просто, чтобы медлительный стакать. Может быть, бесконечно они, как и арты, уменьшаются? Да нет, по-моему, 10 слотов максимум. Я читал об этом в паблике. Я плохо юзаю карту, которая дает в начале следующего хода карту. Максим 10 до Тич. Во. Че, разлом? Звук очень странный. Сначала просто удар, а потом звук из-за лома. Но если честь урона всем врагам, выбирайте одну карту. Снова бесполезный талант. Разряжать все призванные сферы и добавлять по одному слоту для сфер за каждую из них. Сейчас я вам покажу, сколько максимум слотов. Количество слотов достигло предела. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь вы точно знаете, и сомнений никаких быть не может. Сметающий луч берем, потому что там Доку и Дэна. Они же так называются или нет? Я не помню, как их зовут. Я не знаю, это надо качать. Но и харизму было бы неплохо прокачать. Но, наверное, все-таки это когда один босс останется, это икс-2 уран. Юра подписывается второй месяц подряд. Спасибо огромное. Здорово. Хайпим. Внезапная тысяча залетела. Сама починка восполняет все музеи в конце боя. Не 1999? Да, какая разница. Тестим, что будет, если я провязываю талант. Я не думаю, что мне дастся в начале следующего хода. Ну да, не дается. Это очевидно. Зелье навыка случайный навык добавляет, но я взять не могу. Шаровая молния. Нужна ли она мне? Наверное, да. Потому что молнии для меня хорошо работают. Я в магаз пойду. Плюс куча костров. Надеть маску плюс бабло вовремя перед магазином. Обычно после магазина дают. Качаем по любому харизму. Давай. Так, это последний магазин. Я должен потратить все деньги. Зелья я взять не могу. Можно взять руну. Немножко отхилить на файте. Это берем. Это берем. Наверное, все. Я думаю, что карты лучше будут. Могу удалить что-нибудь ненужное. Удар, например. Ну что, пацаны, вы готовы? Первый забег довольно хорошо идет. Я дошел до босса. Я уже доволен. Так, бьем пончика. Слабость вешаем. Пока не стоит. Надо защиты простакать. Энергии не хватает. Кошмар. Сейчас пока разгонюсь. Фолл хп потеряю. Бам-бам-бам-бам. Из-за этого сфера молнии, когда вы терете узы, это так клево, но радуга сейчас будет эффективнее. Гораздо. Это талант на АОЕ для молнии. Знаете, наверное, я даже проюзу эпофеоз. Хочется проезать талант, но лучше задай фейс полностью. А я разве не узал этот талант уже? Если я проюзаю, то что поменяется, мне интересно. Чуваки, если я этот талант еще раз проюзаю, то что? Молния будет еще больше разбить? Есть ли смысл это юзать? Хз, хз, хз. Я бы проюзал, но я боюсь. Я бы проюзал, но я пока что боюсь. Джулиан, спасибо за стрим, можно немного хайпа на ПЖ? Дайте, пожалуйста, немного хайпа для Джулиана. Спасибо за 227 рублей. Спасибо, красавчик. Две харизмы. Балдеж. Погнали. Началось, пацаны. Пацаны, началось. Так, как бы не зарубинить все. Белый бок и вдох. Окей, нормально. Я должен убивать налегке. Да, проверим. Визор топ-лодженд. Нет, я жил эту игру очень долго. Она должна быть клевая. Подчекаем. Так, бесплатно. Карты за ноль. Есть ли тут карты за ноль? Две, три карты за ноль есть. Тогда, раз, два, убиваемого. Мне дают кучу карт за ноль. Так, так. Вообще, смысл уже особо не дальше разыгрывать, потому что на нем нет никакого адреналина. Видали, сколько урона с молнией? Талант, короче, истакается, да, все-таки? ГГ. 750 урона для первого возвышения, это очень много. Гиперлуч, но если 25 урона всем врагам, отнимаю три фокуса. Тоже классная штука для быстрого разгона. Типа довольно дешево стоит для такого урона. При прокачке еще нельзя посмотреть, что при прокачке. Утилизация сжигает выбранную карту, дает энергию равной ее цене. Прикольная штука. Если дорогих карт набирать, то клево работает. Вспышка наносит по три урона всем врагам за каждый разыгранный в этом бою талант. Тоже классно для билда на талантах. Кстати, раньше это было все доступно изначально. Теперь это в анлоках закинули. Вот такой вот новый классный персонаж. Субтитры сделал DimaTorzok